На первый взгляд, этот полигон яда химикатов ничем не отличается от сотни других полей в Липецкой области. О том, что здесь запретная зона, говорят вот эти знаки. Без защитных костюмов заходить на территорию уже нельзя. Вскрытие породы началось, но запаха никакого нет, потому что под нами находится двухметровый глиняный замок. Этот метод захоронения пестицидов придумали не вчера. Полигон Большие Избище построили в 70-х годах прошлого века. Тогда стояла задача запечатать ядовитые отходы в земле на максимально долгое время. А дальше потомки разберутся, что с ними делать. Выбранный метод должен был обеспечить 60 лет относительного спокойствия. Однако уже в 2006-м полигон попал в категорию потенциально опасных. Основной наш водоносный горизонт, он не загрязнен. Но тем не менее, есть угроза, что в ближайшие десятилетия возможно уже проникновение в наш питьевой водоносный горизонт. Вопрос о ликвидации полигона яда химикатов был поднят на федеральном уровне в 2014 году и решен правительством положительно. Наш регион вошел в федеральную целевую программу. Были проведены изыскания и проектные работы. Липецкая область в этом плане пионерный проект, в котором конструированы лучшие технологические практики. И на этот проект будут ориентироваться другие субъекты. Рядом с полигоном теперь кипит работа. Проложена новая дорога, построены склады для хранения загрязненного грунта, ведется строительство бытового городка, линии электрогазоснабжения. Выкопанный грунт будут дезактивировать, а сами пестициды уничтожать в специальных установках, не допускающих выделений в атмосферу. Таких технологий в прошлом веке просто не существовало, как не было тогда и учета, что, куда и как закопать. Поливон образовывался, так скажем, практически стихийно в те времена по захоронению ядохимикатов, недоиспользованных. Но мы же с вами понимаем, как тогда относились к экологии в те времена. И то есть какая-то классификация вот этих ядохимикатов, она по сути дела не велась. И емкости, и сухое вещество, и растворы разного типа, все это приводилось, сливалось. Работы по ликвидации такого объекта абсолютно безопасны, уверяют эксперты, как для населения, так и для окружающей среды. Ничего лишнего, только высокотехнологичное оборудование и профессиональный кадр. И таких проектов в России, как в Липецкой области, около десяти. Различные мероприятия, связанные с ликвидацией источников химоопасности на Красноярском химическом комбинате, Средневоложский завод химикатов, это вот те мероприятия, которые они, наверное, такие самые значимые, еще предстоит ликвидировать. Точную сумму проекта не озвучивают, но затраты очень серьезные. На протяжении реализации проекта на полигоне будут работать ученые. Их задача вести мониторинг состояния почвы, грунтовых вод и воздуха. Закончить ликвидацию полигона ядовитых веществ большие сбищи должны через четыре года.